Всем привет, с вами Godzilla Online и сегодня у меня в гостях Иваня Лошкарёв Иваня Лошкарёв, фронтмен, вокалист группы Метео. Привет, Вань. Привет. Привет, ребят. Как ты добрался к нам? Нормально. Через чарку. По снегам, да, через чарку. Ты через чарку, а я, получается, так, на подхвате. Ну, что, начнём наше моднейшее интервью. Первый вопрос у меня к тебе. Ты давно уже в музыкальной кухне варишься, и всем нашим зрителям, да и мне самому будет интересно общаться, с чего всё начиналось и в каких коллективах тебе удалось поиграть до того, как ты пришёл в Метео. Попасть в прошлое просто. Ну, была группа «Дозавтра», с которой всё начинается. Нет, была группа «Доза», с которой вот он всё... Ну, это ты какие года упоминаешь, чтобы ориентироваться во времени можно? Ну, это очень сложно в плане годов. Ну, «Дозавтра» — это, можно сказать, пик 2007 год, да, во время определённых культур, когда это было определённо модно, хотя мы как бы изначально вообще не планировали играть что-то такое. Это получилось само собой. Не, ну, «Дозавтра» же были вот «Доза» теперь проекта. «Доза» — да. Ну, это было так, как сказать. Как детство. Просто безудержное веселье. Мы не видели, что делали. В общем, потом, что «Дозавтра» и что потом было. Насколько я даже помню, с «Сунгу Флевен». Нет, с «Одри Адриан». А, группа «Эдриан», «Сунгу Флевен» и «Метео». «Метео» теперь «Метео». Вот уже сейчас начали «Метео». Да. И у вас сейчас, не так давно, 11 февраля, так ты и позреваю, вышел мини-альбом «Рипэ». Да, мини-альбом. «Рипи». Делали его очень долго. Расскажи про этот альбом, да, как вообще это делали, где записывали, у кого? Записывали мы здесь, в городе, у парня. Такого хип-хоп-парня. В общем, как мы не знаем, самое реальное, что записать можно у кого-нибудь хип-хоп-парня у нас в городе. Что за хип-хоп-парень? Ну, блин, а как зовут? Ты меня прям это обломал. Антоникова зовут. Ну, не у Маныча вы записывали? Не, не у Маныча. Маныч нас водил сегодня. Маныч уехал, да, он нас водил на все, дистанционно. И поэтому это, наверное, долго так получилось. Ну ладно, назовем парень Икс, короче, да? Парень Икс, да. А где студия находится, где какая-то, как писали? Тоже не помню. Студия район, пока, в Аджинькизовском районе. Аджинькизовский район. Окей, ладно, писались у рэперу. У рэпера. Хип-хоп-парня. Вообще, по времени, как долго готовились к записи? Да нет, мне кажется, эти песни были вообще как одна. Они причем с одной начали записать сингл, потом написала вторая, третья песня. И они такие содержательные, мне кажется, подходят к грубо. Поэтому это вошло в мини-кабом. Мне кажется, они такие прям для друг друга писались. Но три песни так изначально планировались или думали больше сделать? Мы думали одну записать. Троица. Одну записать. А три, ну, более-менее нормально. Если там одну выписать, то выписать. Три песни лучше всего, мне кажется. А по времени-то получается? По времени мы сходили вообще, наверное, два года. Потому что я помню, вы давно еще скидывали, даже мне там. Это было достаточно давно уже. Кстати, весьма до сих пор. Давай сделаем там какой-нибудь ремикс на песню. Одна будет, да. Я даже не могу ничего сказать, потому что если я сейчас скажу «да», мне потом ребята скажут «да», вот помнишь, ты говорил и кадры из этого нашего интервью. Вот ты обещал. Ну, смотри, Влады. Вот вы записали все. Сводить вы отправили. Сводились вы не здесь, да? Не в нашем городе. Вы отправили куда? В Москву. В Москву. Почему, кстати, здесь не сводились? А где здесь? Здесь нигде не садёшься, мне кажется. Здесь некому сводить. Ну, может быть, Андрей может свести кулябе. Кулябе, привет. Привет, Андрей. Ну, это… Ну, нужно душу продать, чтобы свести к Андрея. Что-то стоит, мне кажется, очень дорого. Я думаю, что просто, на самом деле, чтобы добраться до этих высот, как бы, это не тот уровень. И всё такое. Ну, смотри, сведите, потом у вас получается дизайн обложки, всё остальное. Расскажи про это, как раз таки интересная история. Дизайн обложки, да. То есть, как вы это всё делаете? Мы искали долго художника, который был по приемлемому. По приемлемому бюджету нашему бы сделан и оставался красиво. Нашу идею хорошо оплатил. У нас девочки там две динамили долго-долго-долго. И потом она девочка такая, альтруистически отнеслась к этому красивому. Сделала круто вообще всё. И теперь у нас есть классная обложка. Которая будет здесь периодически появляться, так что её можно будет посмотреть. Что за сакральный смысл несёт эта обложка? Есть какой-то у неё? Конечно. Есть какая-то идея, задумка? Почему именно дерево, почему именно гранаты эти там? Это райский сад. Это, типа, современный Адам, который срывает лимонку вместо яблока. Сейчас мы попробуем найти эту картинку и попробуем. Давай, расскажи. Это Адам современный? Современный Адам, да. Офисный такой парень, который в райском саду. Он вообще райский. Причём он какой-то гибер-райский, мне кажется, если что-нибудь съесть противозаконное, то такой сад тебе появится в голове перед лицом. Срывает лимонку, как у гранаты F1. По-моему, я не знаю, я не военных дел мастер. Ну ладно, и всё. И там, допустим, под цветами лежат трупы просто солдат. Есть обратная сторона. А если бы это было на физическом носителе, картинка, наверное, в родном сборе что-нибудь. У нас есть идея такая. Вы сделали это сто процентов. Вы выпускались, получается, в релиз digital был, то есть на цифре исключительно, да? То есть на физическом носителе вы не делали ничего? Ну, может, сделаем пару штук. Ребята просят чисто так для коллекции. Но они бы сами могли бы сделать. На самом деле сейчас это уже доступно. Типография. Вот сейчас, кстати говоря, сам, как считаешь, сейчас выгодно делать на физических носителях диски какие-то, на массовое распространение? Ну, допустим, даже если брать нашу мультегорскую сцену. Да нет, конечно. Не знаю, на диски никто не покупает. Ну, куда-нибудь там выгружают для скачивания. Ну, не знаю, мне кажется, сейчас... Ну, хотя, наверное, где-нибудь там заплатят, как это называется, когда там выгружают все песни. Айтюнсы? Айтюнсы, да. Айтюнсы, там различные... Саундкланды, не саундкланды. Куда там выкладывают обычные битпорты и не проще. Электроны больше музыка. Но на самом-то деле на физическом носителе покупают для коллекции, да? Для коллекции, да. Ну, для коллекции пластинку, мне кажется, было круто, конечно. На виниле, на виниле. Да. Мне все могут послушать на этом. Хотя там звук крутой. Хотя какой крутой у нас, такой корявый звук получился. Маныч, извини, но есть песни, да. Маныч! Я вот это вот сейчас вырежу и пришлю тебе отдельно. Ваня посирает, говорит, ааа, звук корявый получился. Ну, а звука, ну, получается, вы записались, отправили. Записали, отправили, все, обложку сделали, все готово. Какую-то презентацию делали в диск или нет? А, они, кстати, у меня не делали презентацию. Я не знаю, зачем это. Ну, я не знаю. Ну, вы просто вот выгрузили и все. Ну, выгрузили, да. В платном доступе. Просто это уже было неактуально, наверное, для нас. Ну, хотя, для вот ребят, которые ждали, наверное, это было актуально. А для нас, то просто мы устали так что-то делать и так выгрузили. Ну, кому-то нравится, наверное. Ну, вы, кстати, не думали продавать записи? Продавать. Ну, там же, на том же iTunes. Ну, там что-то собираемся, сделаем, наверное. По 15 рублей за трек, потому что даже я там некоторые композиции покупаю. Ну, мало ли. Есть такие люди, которым проще купить, например. У меня знакомый есть с Челябинска, который вообще, ну, знакомый диджей, который музыку вообще все покупает. Вот, казалось бы, на торрентах можно скачать, но все равно он принципиально покупает. Ну, как будто поддержка музыкантов. Не знаю, как у нас-то все раз. Мы сделали так, все бесплатно, ребята. Наши-то просто как обычно. Только для вас, только для вас. Вы помните, только для вас. Ну, ладно, перейдем к следующему вопросу. Слушай, как вы ладите вообще вместе все, всей вашей дружной семьей? 5 человек у вас в группе несколько? Четверо. 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 Как вообще дружите, как вообще время проводите вне группы? Вне группы? Как у вас ссоры, бывает, не бывает? Как вы конфликты эти в ссоры? Ну, расскажи, редко. Редко-наметко. Ну, не знаю, постоянно ссориться. Из-за всякой глупости. Да все из-за глупости. У нас вообще все ссоры в мире из-за глупости. Все войны из-за глупости. Все войны из-за женщин, да. Все ссоры из-за глупости. Сейчас меня там феминист сразу, да, пошел ты в сраку. Один какой-нибудь феминист. Обязательно найдется. Ну, ладно, давай рассказывай дальше по поводу ваших ссор и вообще. Помимо того. Да, нормально, нормально. Ну, просто как-то все стареют. Мы стареем и становимся другими. И у нас интересы становятся другими. Меньше музыки, там больше всяких других дел, которые, может, не совсем кому понравится. И приходится делать. Это какая-то реальность такая. Ну, хотя, мы сейчас, наверное, будем больше музыки отдать времени. Сейчас есть такой проект веселый, который... Но в этом проекте мы попозже поговорим. Ну, смотри, вместе время проводите. Ну, летом мы, допустим, едем какие-нибудь рыбалки за гор постоянно. Ну, рыбалка, кстати говоря. Ну, здесь круто. Можно где-нибудь там отдохнуть. Пока вы сидели, вы не слышали этого, не видели. Я вот Ваня спрашивал, говорю, на рыбалку часто ездишь? Он, да, я как-то рыбак еще со стажем. Я на рыбалке вообще ни разу не был просто. Я реально тебе говорю. Такой вот я печальный человек. Рыбаку со стажем, должно быть, лет двести, наверное. Двести? Да. Рыбаки со стажем, там, деды всякие ходят. Полудряхлы, там, что-то рыбачат. А на зимнюю рыбалку? Как вот ты относишься к тому, что сидят чуваки на Урале? Уже когда ледины, не знаю, тают они там на островке, на этом? Да. Это же... Или это экстрим свой? Это экстрим. Да нет, я пробовал пару раз на зимнюю рыбалку, я ничего такого особо не поймал. Ничего не вкатило, не очень вкатило. Ну, на льдинок сидеть. Короче. Если ты по вот такому льду тонкому, он не ломался. Просто так, была глубина небольшая, короче. Я думал, ты на руки не показываешь. Четыре сантиметра лед. Или пять, короче, выкинь, он уже выдерживает человека. Такой, как я. Немного физики и много зимней рыбалки. У меня, кстати, знакомые были, которые на Урале гуляли просто по Мартину, провалились. Но они живые остались. Все в порядке. У нас тоже чувак прям на моих глазах провалился. Он говорит, мы шли от 50 лет магнит, еще были мелкие-мелкие. И в сторону моста на Казачьей, короче. И он такой идет. Мы что, дошли до моста, короче, уже на землю. В общем, на твердую почву уже пошли, короче. Он такой, пойдемте, пацаны, дальше. Просто идет дальше, проваливается. Причем шаг делает такой. И ушел под лед. Но вы его вытащили? Мы его вытащили, да. А потом в автобусе он ехал бесплатно. Вышла. Мокрый. Учитесь бесплатно ездить в автобусе. Провалиться под лед, да. Самый верный способ. Ну что ж, продолжим дальше. Наше шествие по моднейшим вопросам о Годзилео. Следующий вопрос такой. На твой взгляд, есть ли сейчас магнитогорская сцена? И в каком она состоянии? Я не знаю. Вообще, кстати, у меня такая проблема. Я не знаю никого из современных музыкантов. Вот, кстати, как вообще общаетесь сейчас с кем-то? Поддерживаете как-то коннект с другими ребятами, с музыкантами? Да, вообще, кстати, нет. Наверное, нет. Больше нет, чем, да. А раньше было так? Ну, раньше, что мы. Вся одна туса была какая-то там. Ну, хотя сейчас, в принципе, туса какая-то странная. Ну, вот, Санек, допустим, мы играли вместе, да? Где он сейчас играет? Там, как же называется? Матро-трио, да? Такая кавиагруппа. А, ты, ну, ну да, да, да. Он же все тоже вместе сценивались. Сейчас это по-разному. Ну, не знаю, как. Ну, это, наверное, может быть возрастной, опять же. У всех своих компаний там. Компании формируются из разных людей. У всех своей семьи, свои компании, дети там уже и все проще. Да. А Миша Долизан, кстати, тоже сейчас с ними, наверное, больше, да? Почему-то или все, или вы вместе все-таки как-то поддерживаете? Да нет, мы едко очевидимся. А по музыкальной части вот у нас, как ты думаешь, у нас, вот почему, например, каких-то, не знаю, нет каких-то концертов, может быть, даже не знаю, как правильно сказать, отборочник, не отборочник, где можно будет проявить молодым чувакам, как-то, я не знаю, показать? Или есть они? Ну, просто энтузиазм на менять. Нет людей, у которых есть энтузиазм, как раньше было. Как всякие там, я не знаю, есть очень модные тусы, как была раньше такая модная тусовка, где там были определенные группы, определенные люди устраивали концерт, такие как баллоны, допустим. Баллону привет, кстати говоря. Да, кстати, ты не пришел, это очень плохо, ну ладно. Ваня сидит, нервничает один, вообще за всех отдувается, ну ничего, все нормально, все круто у нас. Ну, подоголю говно, Ваня. Нормально, я хоть на релаксе по себе, напрягаться, но думать. Ну, вот это баллоны, подожди, я баллону устраивал концерты? Ну, в СОКе там, в СОКе были всякие. А, все, сейчас вспомнил, да, СОК это 2005-06 год. Да, вообще лдовая вся тема. Ну, а что? В принципе, то же самое. А вот, кстати, еще мне напомнил СОК, а я сейчас вспомнил, что ребята из Jet Set Boys, College Boys тоже сейчас какая-то, у них тусовка все-таки есть своя или ты не в теме там? Я не знаю, что не в теме. А у них что-то жестко, или музыка? На репетиционной базе они делали концерт закрытый у себя. Собирали там хардкорщиков и прочих тусовки, я там как-то раз. По этой теме, я не знаю, я же поп-музыкант, поп-артист, да, я там. Сладкоголосый песня. Ладно, ну как ты можешь сказать, подытожить, в Магнитогорске сцена есть или нет? Ну, для кого-то, наверное, есть, а для кого-то нет. Ну, просто слишком много, мне кажется, музыки стало разной, которая действительно должна стоять в разных, наверное, местах играться в разные дни, чтобы это было, ну, публика там четкая, какая-то такая, я не знаю, на стиле, на каком-то определенном стиле. В этом есть логика, да. Поэтому сейчас капустники, мне кажется, не очень, да, интересны. Ну, как Виталий Титов делает, капустники, или, наверное, капустники? Ну, там просто я не знаю вообще, кто там играет. Трешники? Не представляю даже себе. Ну, допустим, там, если там проводят концерт, ставят некое позитив, после них там какие-нибудь короткое замыкание, ты по-любому парня этих слышишь. А, короткое замыкание-то, да, они что, играли? Да, я вот недавно-то узнал, что Бенган, когда приезжали к нам 6-го февраля, они разогревали как раз-таки Бенган. Да? Да, Бенган. Офига. Ну, прикольно, что? Вроде как. А ты был, по-любому? Я не смог побывать, но говорили, что было очень много народу, кстати, да. Ну, вот как раз-таки от тех времен, когда ты, наверное, говорил, что все тусовались вместе, наверное, как раз времена попкорн, да, Бенган, там, не знаю, те же до завтрака, когда там еще вот все были, нет? Да. В 4 апреля, там, в самом начале пути. Да, более-менее были концерты такие, где мы все собирались. Попкорн, когда, я помню, делали концерты свои там, как они-то назывались-то, танцы-не-танцы, танцы-не-танцы. А, да, да, было такое. Проводили тему, еще, помню, даже в универсале мы сами ходили там. Ну, ничего такого ничего особо нет, не знаю, сейчас нет просто попсами в моде, поп-группы такие, чтобы делать концерты такие, чтобы было много всяких попсов. Такой. Да ладно, ну, ты хочешь сказать, что с 3 апреля привезти, они не соберут народ или что? Нет, они не соберут, в смысле концерты? Ну, ваше слушают. Ну, допустим, ваше там. Ну, не знаю, там, уже мало на людей. Ну, не знаю, там, может быть, музыка времени? Слушают там минимум людей, да и если на концерты приходят там какие-нибудь совсем маленькие, даже не знаю, в какой публике сейчас вообще играть? Я последний раз, когда делал концерт, это был вот, наверное, когда еще с вашим участием, когда вот реально не пришло вообще на никого народу, гостей было очень мало, это еще в Бункере, может помнишь такое заведение андеграундное. Когда я делал там что-то подобное, что-то вроде как солянки такое было, когда там играли, вы тогда еще как в Song of Eleven были, были, господи, по-моему, как раз-таки, ну, College Boys были, ну, такой вот, и народу вообще мало было. А все-таки, наверное, что нужно людям? Никто еще не знает. Ну, просто вот даже там какие-то группы, как там, ну, Techy, да? Есть такая? Вот. Они тоже приезжали и что-то тут играли, я не знаю. Ну, не было так круто, как могло бы быть. Да и хотя группа хорошая вполне. Ну, опять же, если брать там группы, которые приезжали вокруг света за восемь дней, они вроде народ забрали более-менее. там у себя в Гипсон это привоз сделали. Построк они играют. А, мы тогда играли, кстати, с ними. Играли вы, да? Ну, вот, наверное. Был народ? Блин, ну, не очень. Точно знаю, что там была ситуация, когда у гитариста что-то, по-моему, произошло, то ли с комбарем, то ли что, у них там выключился звук, и они там полчаса ждали, чтобы пока все починили. Мне кажется, мы уже уехали домой. Вот так вот даже не поддерживать и приезжим музыканом. Да не, мы послушали, а потом уехали. Ну, там ребята еще остались, просто я уехал. Ладно, пойдем дальше. Вы часто вообще, ну, ты в любом случае за свое там уже немалое количество годов, там, лет, выезжал за город, выезжали с концертами, с разными группами, да, там, вот, всю историю выездных концертов вообще какие-то истории запомнились, какие города вот понравились там, куда вообще интереснее всего было съездить? Интересно. Ну, давай, или если в рамках можно метео, если у вас опыт позволяет, там, если часто ездили вообще, как часто? Смотрите, куда мы ездили, смотрите. Ну, вот, в Возе вы выступали в Челябинск, насколько я знаю, да? Там не очень было, кстати, в Возе. В Возе не вывозили. В Возе не вывозили. Ну, вообще так вот, ну, куда ездили, по каким городам? Ну, в Сонге мы ездили, там, вообще мало ездили, на самом деле, вообще, в концерты немногие было за год, да, ну, в Челябе там всякие. Ну, в Челябе там всякие. В Челябе, в Челябе, в Челябе-Сити. В Челябе весело. Ну, куда, вперед, друзья. Кстати, вот как раз-таки по поводу Челябинска я тебе спрошу, а вот ты сам как считаешь, в Челябинске намного более интереснее тусовки? Вот в этом плане, в этом плане. Я не тусовщик. Я про концерт, про концертную деятельность, жизнь вообще, вот эту вот всю движуху. Не знаю, можно веселей. Может, нет. Ну, судя по тому, как бы, там, количество групп, которые там есть, да, там, количество концертов, которые там проходят, качество их уровня, наверное, намного уже выше и больше там будет. Нет? Ну, вероятнее, больше, там, музыкантов приезжает больше туда играть, до нас не доезжает, как правило. Ну, просто, я не знаю, там, тут должны быть три группы достаточно известные. Ну, не знаю, я просто сейчас не интересуюсь, может быть, тусовкой, насколько там она... Сколько много групп там, сколько мало групп. Ну, ты вот сам знаешь, тебе интересно там, что в Челябинске там группы есть? Не, ну, я смотрю, какие концерты проходят, там, вот, Макс Самолет, там, допустим, тот же самый, Макс Прелис, и ты смотришь, делают там регулярно какие-то концерты в гараже, в том же сам гараж Underground. Они там проводят, ну, там более тяжелая сцена, на самом деле, скажем так. Мне кажется, это волна тяжелая просто музыки. А ты, наверное, тяжелый не слушаешь, да? Я жду, я такой музыкант, я слушаю полный секунд. Ладно, мы сейчас, подожди, я спрошу попозже, вот, как раз таки, о том, что ты слушаешь и все остальное. Вот, расскажи мне, знаешь, о чем? Расскажи о вашем проекте втором, о Meteo Cover Band. Расскажи, не мне точнее, а нашим зрителям. Что за проект, для чего был создан, и где играете, где выступаете? Ну, мы играем пока очень мало, вот, ну, мы играем песни, в общем, в своей более-менее обработке, такие хиты, современности и прошлых лет. В общем, да. Ну, чтоб так было весело. Ну, поп-сапов. Танцевали, ну, не только, нет, не только поп-су. Всякие разные песни. Абсолютно разные. Я смотрел вайп ваш. С папой. Блин, всякие разные песни играем. Ну, про списку можно тут посмотреть, там, всякие, там, типа, зарубежных песен, и зарубежных видов, там, такие песни, там, допустим, которые поют девушки. Это очень забавно, кстати, перепевать такие песни. А где, особенно, наверное, повествование идет от женского начала? Нет, у нас нет таких песен. Хотя можно было переделать, на самом деле. Ладно, смотри, расскажи, вы для чего сделали эту группу, и где вот выступаете, как часто вообще? Мы эту группу сделали, чтобы заниматься музыкой. Чтобы стать богатыми и владеть всем миром, да, магнитогорской сценой. Мы богатыми, ну да, чтобы монетизировать, наверное, свои... Коммерческое, есть начало коммерческое в этом... Это коммерческий проект? Да, коммерческий проект. Все началось с того, что мы поиграли у него на свадьбе просто, да. Где поиграли? У него на свадьбе. Кстати, кто не знает, Иван... Как это я хотел сказать? Замужний человек. Я постоянно путаю эти два понятия. Замужем и женатый. Женатый человек. Можешь передать, кстати, твоей жене привет. Привет. Привет, жена. И детям там. У тебя там шесть детей, я знаю. Ты прячешь их... Трое усыновленные. Дети в Африке. Вот. Чтобы монетизировать это все, и... И... Да. И все. Не, чтобы было весело. На самом деле это очень веселые мероприятия. А, ну подожди, я сейчас затупанул. Вы решили сделать после того, как отыграли на свадьбе? Да. Идея в голову пришла. Да. Мы готовили программу на свадьбе, чтобы было довольно-таки интересно всем. Вот. И потом подумали, почему бы нет. Как бы это все достаточно хорошо получается. Мы будем лучшими в этом... В этом городе. Лучшими, чем все, да. Слушай, ну вот у нас в городе реально же много, да, коллективов, которые сейчас играют кавер-груп. Ну штук шесть. Кавер-груп, да. Мне кажется, по пальцам если не пересчитать, там, да? Метро Трев, да, допустим. Те же самые, которые мы уже упоминали. Кто там еще у нас? Ну каверон мы будем считать? Кто? Каверон. Виталик Титова. Но они там больше по хэви. По хэви, но это не то немного, да. Я не знаю много. Дуэт там, да, там те же самые, Невада, я не знаю. Но Невада они тоже более-менее свои какие-то еще композиции делают, рок-н-ролльные там, что-то такое. Кто у нас еще есть? Блин. Ну ладно, этих коллективов много, и многие коллективы, кстати, да, похожи друг на друга, но у вас, я вот посмотрел, послушал, у вас реально отличается программа. Где-то много, если, например, есть те же самые там, допустим, если Неваду брать, у них более рок-н-ролльные там, что там, рок-н-ролльные там и прочее, повеселее, позадорнее, у вас все-таки какая-то доля меланхолии там присутствует? Невадхолии там. Невадхолии такой, какой-то такой легкой. У нас просто весело все. Мы так, это, на позитив делаем все песни. Ну просто, ребята кто-то снимает почистую, кто-то приходит там, как на работу вообще. Ну кто, наверное, я подозреваю, Олег приходит? А, или, наверное, Солома приходит, как на работу? Я говорю не про нас. То есть как бы, ну, в основном у нас как-то это. Мы снимаем так, как нам нравится, мы играем песни эти так, как нам нравится. Вот. Вот. Может быть с роковым звучанием. Кстати да. Такое. Роковое звучание, наверное, есть, да? Окровое меня это делает. либо с овердрайвом, с искажением реальности в песне. Хотя это тем не менее весело, может быть потом люди привыкнуты к нас послушать и будут слушать рок-музык. Как вы играете, это очень интересно, как минимум просто послушать, потому что даже я такую тему наблюдал, смотрел лайв и обращал внимание, что там дамы в пабе, которые танцуют, они говорят, что надо же здесь как-то толпо колбаситься прыгать, что-то я не пойму, как-то не то. Они начинают прислушиваться, что ли, более ритмично начинают как-то двигаться, то есть необычно там рычагами дергать влево-вправо, а прислушиваются немного. Да, это хорошо. Ну, смотри, с такой темой коммерческой основы, Метео, как ты считаешь, вообще вот есть ли возможность зарабатывать на музыке деньги вообще? У нас есть возможность. Если занять, то не что, полностью. Ну, чтобы зарабатывать. А если не коммерческий проект это будет, не кавер-бенд, а вообще вот свою музыку делать и на этом зарабатывать, можно? В России? Мактогорский. Ну, или Мактогорский-то нет, ну. Пускай будет Россия, пускай будет. Наверное, на нашей нельзя зарабатывать. Ну, как мне кажется. Ну, только вы же не тяжеляк. У вас же ты сам говоришь, я поп-певец. Ну, как вы? Я поп-певец, это не важно, что не значит, что я играю в поп-группе. Просто я поп-певец и все. Ну, у вас есть все равно же не тяжеляк, а все равно у вас более там... Ну, как последний этот альбом, развита не тяжеляк. Мне кажется, это просто напор. Я просто сейчас здесь бы добавил, включил бы Sumatra какую-нибудь, или не знаю, там, каких-нибудь Техноритов. Ну, это совсем другое. Это музыка. Та тяжесть ради тяжести вообще. Ну, там тоже нет, там, как бы... Ну, а ты... Просто это вообще... Кто будет слушать... Ну, хотя... Ну, я не знаю, может быть, это какие-то такие... Слишком минорные, может быть, песни такие, слишком напряженные. Ну, в плане того, что, допустим, «Личные войны» песня есть такая. И... Мне кажется, она достаточно такая тяжелая. Ну, по восприятию просто. Мы сейчас говорим, как раз-таки, а не о том, что тяжелее и ниже строй струн, а душевном и настроенном, получается, да? Да. Как? Написать песню про войну, это же вообще. Я всегда думал об этом. Как написать песню про войну? Блин, написать, что бежит солдат, у него стреляет человек, там, пуля проникает, даже не напишет такого. Называется «Бомба»? Нет. Папа-пам. Ну, это, если сделаем приближение. На самом деле, как бы, не знаю, что. Всего не служит, кто песни про войну писал. Ну, тоже не так. Ну, ты ее придумал историю, то есть ты ее придумал у себя в голове, там, грубо говоря, и ты с нее сделал текст, грубо говоря, там, сюжет. Ну, история, по сути, это просто такая, как бы, ну, то, как есть и все. А, кстати, такой вопрос себе тоже, опять же, а ты пишешь текст уже на готовую композицию или ты сначала пишешь композицию, слушаешь мелодию, потом текст? Или сначала текст, а потом уже как-то накидываешь его, то есть как это все происходит? Ну, это нормально. Сначала текст или потом музыка? Сначала музыка, там, ты, ну, там, бежитару играешь, какие-то аккорды, потом какие-то слова, потом тема появляется, и, в общем, потом ты равняешься. И все выходит. И все выходит здорово. Слушай, а какую музыку сам слушаешь? Разно. Какую музыку не то, чтобы просто сам слушаешь, а к чему ближе сердце, к душам лежит? Что нравится? От чего мурашки по коже бегут? Мне нравится, ну, больше, кстати, акустическая музыка мне нравится. Когда голос и вокал, в основном, ну, или там, перкуссия какая-нибудь. Ну, англоязычная или русскоязычная? Англоязычная, ну, в основном, мне с группой зима всегда нравится очень сильно. О, котируют уже, это, да, это респект. Чуваки. Кстати, если кто не знал о вокалите, да, там, Never Smile. Да, кто бы мог подумать, да, что это такая группа. Ну, у него голос и что-то мощный. Ну, да, пион всегда круто. А тут Тураса и такая вообще. Я, кстати, приятная была вообще, такое удивление. Да, да, да. Я, кстати, с ними выходил на связь еще года, наверное, три назад. Была мысль привезти их сюда. И как раз-таки у них гонорар был в пределах 20 тысяч рублей. Ну, то есть небольшой, в принципе, можно было привезти. И они были сами удивлены, о чем, говорит, у нас, говорит, знают на Урале. Я говорю, ну, вот есть такие люди. Вот это, говорит, поворот. Ну, как она только появилась, вообще все друзья там под сеть. Такая группа какая-то. Ну, и как бы эти песни такие, которые можно петь под гитару. Отлично прямо. Армейские песни от Вани. А когда мы узнаем, когда мы увидим этот альбом? Армейские песни под гитару. Почему? Это не обязательно. Ну, всякие там, Джейсон, как он, Мрэз. Как его назвать? Джейсон Мрэз, знаешь, такой певец? Нет, не слышу. Как, мразь? Как-то не лазон. Ты что, Джейсон Мрэз? Джейсон Мрэз, знаешь? Ну, кто там еще? Джеймса Артур, там всякие такие. Мне кажется, ваша картинка задержалась здесь. Можно перемотать. Я опять не слышал. Но это все опять же акустика идет или как? Ну, как-то, ну, не акустика, не совсем акустика. Ну, там как бы они частично играют песни какие-то в акустике. Так неплохо довольно-таки. Ясно, понятно. Слушай, а у тебя вот родители на какой музыке тебя воспитывали, не воспитывали ты вообще с родителями? Музыку в детстве вообще слушал там. Папа у тебя какую музыку слушал или мама там? На какой музыке? Розовская, всякие там шансонные. Шансонные, да. Музыка модная в России. Мои дети меня ставят моду тоже. То есть, они тебя не жалели. Они специально воспитывали. Ну, как-то, что там, блин, слушали там? Не то, чтобы нас слушали. Так, где-то там. Не знаю, музыку в детстве, мне кажется, с кого-то. Ну, воспитанием музыкальным, короче, тобой не занимались. То есть, так, понятно. До всего дворе. До всего дворе. Дворовая. 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 Кстати, начать с Друг Нирваны. Хотя попсово, да. А вот, да, вот если так, кстати, брать первое, вообще, что услышал, ты решил там, оооо. Нирвана. А какой-либо он? Нирвана. Нирвана. Самый попсовый их не распространённый, наверное. Да. Но тут была, конечно, ни фига, такая музыка. И поэтому гитара, где гитара, быстрее. Начал учиться на гитаре? Да. Акустики? Сейчас Ваню... На чужой гитаре. Если мне удастся Ваню уговорить, Ваня сыграет пару аккордов на моей гитаре. А, здесь гитара, да? Да. Вот. Ну ладно, смотри. И я знаю, что помимо музыки и всего остального, ты занимаешься высококудожественной штукой. Ты занимаешься фотографией. Да. А вот он с чем приехал к нам и обосрал всё. Говорит, да что это за свет вообще? Что это за говно вообще? Куда я приехал? И всё такое. Расскажи, с чего началось, как зацепился со фотографией? Я, кстати, не знаю, с чего началось. А, с того, что у меня был какой-то фотоаппарат, мне подарили фотоаппарат. Я раньше вообще не парился, мне было не очень интересно. Ну, фотография, фотография, что такое. Оказывается, мир же. Многогранен. Это не зря, что много людей воспринимают. Хотя сейчас всё построено на фотографии. Инстаграм, всякая хорина там, не знаю. То есть фотографии объединяет людей. Ну, кто бы знал, да, что будет такой ресурс, где люди будут выкладывать свои фотографии, и другие люди будут ещё это комментировать и ставить лайки там или всё остальное. Ну, вот он. Инстаграм. А чё это было всегда? Ты приходил в гости, там тебе доставали альбом. Ты лайк. А теперь посмотри. Да, там если бы было где-нибудь там, допустим, плюсик ставить. Вот это тот же самый инстаграм. А так, чтоб на словах. Ну, вот тебе подарили фотоаппарат. Фотография, это круто. Всё после этого. Тебя, наверное, начали звать на все свадьбы, на все тусовки, на все вечеринки. Ваня, Ваня, приходи. Слушай, я, наверное, помню, когда ещё в бункере какие-то мероприятия были, помню, ты тоже с фотоаппаратом приходил, ты снимал что-то такое-то. Да, может быть. Ну, я так тестил видео, наверное. Я сделал видео, занятишься, а потом я думал, блин, ремонтировать его так геморройно. Как-то долго все, фотографии быстрее. И занялся фотографией? Да, и фотографии. Сам обучался дома или какие-то курсы ходил, заканчивал? Да, YouTube. Слушай, на YouTube я пошёл курсы. То есть ты считаешь, что можно, в принципе, не заканчивая каких-то фотошкол, дома обучиться, если ты захотел, да? Настолько, насколько умею, это я, по крайней мере. Ну, и, в принципе, мне кажется, все. Вот все вот фотографии, которые вы сейчас видите, это снимал диване. Это диване. Ну, я обрабатывал, кстати, какие-то. Ну, не какие-то, а все. Вот сейчас нас, подожди, вот тоже вот услышать, да, школьники им скажут, ой, тут сидит, блядь, я сейчас сделаю, поеду там фотки на мобилу, и что я смогу так же сделать, обрабатывать? Ну, ха, вот на YouTube насмотрюсь роликов, еб-то. Ну, не на мобилу, но на мобилу тоже можно сделать фотографии, только работать с фокусом не очень получится. Вот. Это же в основном фотографии важное самое. Вот. Ну, можно учиться вообще легко, хоть чему можно учиться. Блядь, попросил вот, между прочим, Ивана, говорю, выключи, пожалуйста, сделай на Vibro, чтобы нам не срывать эфир. Да, я, говорит, всегда на Vibro, а я, как лох, просто взял обломался. Ну, ничего, у нас запись, я это даже вырезать не буду. Слушай, ну, это Годзилла онлайн, друзья. Да. А он пусть его к нам поговорит, что такого. Да, если это будет в течение одной секунды. Да, здорово, я. Привет. Не прошло, а мы еще здесь. Здорово. Ты на записи, чувак. Что я? Ты на записи. На записи. Тебе пишут? Поприветствуй наших зрителей и всех остальных, вот, все, кто нас смотрит. Привет, зрители и все, кто нас смотрит. Как ваши дела? Как вам эфир? Эфир, вполне, проходит полет нормальный. Иван живой, я тоже. И, собственно, как у тебя дела, Альян? Ой, все замечательно, я вот сижу, жду автобус набережных челнов. Кого? Ты еще не в городе? Где, за городом, что ли? Нет, зачем? Здесь, на вокзале. Кого он ждет? С набережных челнов, автобус. А, ты маму хочешь отправить? Ха-ха-ха, это мама. Нет, да я посылку получаю. А, что ты заказал? Оу! Набор страпонов? Ну, задайте еще пару вопросов, что ли. Для этого я что-нибудь расскажу. Какая у тебя посылка будет? Какая у тебя посылка будет? Самое, что интересует нас. Посылка там, сумки, что-то еще. Короче, баук. Баук. Все сразу все поняли. А, я не знаю, у меня даже в голове столько всего. Ты завтра поедешь на рынок продавать это все или что? Зачем тебе эта посылка? Зачем тебе баул? Зачем тебе баул? Это нужно маме моей по работе. А, ну понятно. Ты подъедешь сегодня? А, к вам что-то туда? Не, к нам, ко мне. А, к тебе баулки? Угу. Ну, я не знаю, посмотрим. Знаю, что пусть нам наливать. Чего? Что пусть нам наливать? Наливать? Ты же не пьешь. Ты же в завязке. Ну, без алкогольного что пусть наливать. А, без алкогольного? У меня чай пойдет? Чай. Ну, это хорошо. Альян, сколько ты в завязке уже? Что? Ты сколько не пьешь уже по времени алкоголь? Сколько лет? Вообще, в общей сложности? Ну, вообще, да. Ну, вообще, не знаю, лет, наверное, 5-6. Респект. Респект. Ну, я, как бы, это... То есть, бывает так, что я чуть-чуть выпиваю. Нервный срыв. Нервный срыв. Ну, это никто не застрахован. В Мактегорске по-другому, наверное, очень сложно. Очень сложно. Ну, ладно, Альян. Можно на карьер ездить. На карьер. В конце просто сезона. Да, Лен? Ну, ладно-ка. Дай я за событиями покращаюсь. Ну, да. Попрощайся. Спасибо, что позвонил. Спасибо, что нас смотрят, ребята. Спасибо, Никита, тебе за это интервью. Спасибо. Да-да-да. И, кстати говоря, это Альян, участник... Ударник, да. Участник, ударник группы Мэтьео. Ну, что, Альян, давай, до связи. Надо, всех соберем еще как-нибудь снимем. Пока. Да-да-да. Всего хорошего, пока. Давай. Еее. Может, всем позвонить. Звонок из студии, кстати. Звонок из студии. А мы не хотели бы сделать звонок из студии. Звонок вашим родителям. Слушай, а ты работаешь где-то официально? Нет. А не официально, окей? Нет, все равно заработаю. То есть у тебя, у тебя, у тебя есть у тебя заработок сторонний, то есть не от музыки и вообще всего-то? Нет, сторонние. Сторонние заработки. Всякие разные, да. Налоговые ты подвигнулся сдать. Да нет, мне профи. На самом деле ты можешь цифры-то не называть. Мне интересно, работают ли музыканты, люди, которые занимаются у нас в городе музыкой и вообще где работаешь? Да все работают, даже те, которые на каком-то уровне находятся нормально. Поделись с нами информацией. Где ты работаешь? Я много делаю всяких работ. Он открыл сегодня тайну очень ужасную для меня. Ужасную? Что ты работаешь. Где? А, кстати, не говори никому. А, ну ладно. Не будем это говорить? Нет. Он сутенер на самом деле. Да. Ну мы в эфире тоже стараемся не пить. Вот во всяком случае Иван подает хороший пример, а я вот как последний паразит. Слушай, а если бы вот ты хотел, вот если бы у тебя была возможность отправиться, допустим, жить и вообще остаток своей жизни прожить на каком-то вот месте, вот куда ты, как ты вот крутанешь глобусы, куда ты пальцем ты гнешь, куда бы ты выбрал тебя? Где бы хотелось тебя поражать? Я был только в одном месте. Но где бы хотелось побывать? Ну, пока там самая нормальная тема была. Из тех мест. Из тех мест, если я был, вы мне самое крутое место. Допустим, если вот в рамках Метео опять же группу брать вы бы не хотели, вообще неправильный вопрос сначала начал, как бы вы хотели вообще существовать, чего добиться, то есть какая цель у вас в группе-то? Как группы? Как группы, как группы конкретно. Как Метео? Куда метите вы? С Метео. С таблицейшей группой ничего при этом не делать, чтобы стать. Вот такая цель. Просто, кстати, они не все знают из нас, но все ее выполняют четко, да? То есть я веду прям к ней. Ну, не факт, что второе выглядит, но первое нормально прям ничего не делать для этого. Ну, смотри, супер популярная группа. Ходите, кстати. И, например, вот ты упомянул сегодня, вот это было не на камеру. Турбина туристы те же самые, да, ребят? Они вот там, я помню, Ранис, может быть, конечно, сейчас кажется, но по-моему, что ты упоминал, что в рамках группы там у них есть возможность путешествовать по городам, смотреть что как. И в таком вот формате это все путешествует. Ты бы не хотел так с группой, например, в рамках группы путешествовать, например, по миру, по планете там? По миру отлично было путешествовать, да. Не в рамках России вообще. Не знаю. Если, конечно, захотелось бы подключение вдруг, то можно было, конечно. А так? Ну, они в теплые места, если только в России. Теплые места. Они зимой где-нибудь кататься. Кстати, лето или зима? Конечно, лето. Лето? Солнечная тема. Да, я мистер июнь. Пара-рам-парам-пам. Хотела спросить просто, как ты относишься к англоязычным группам, англоязычным, англо… Как правильно сказать? Ну, русским командам, которые исполняют песни на английском языке. Включительно. Не знаю, я не так хорошо знаю английский язык, чтобы понять, хорошо они тебя примут. Ну просто смотри, если ориентироваться на какой-то мировой уровень, то я считаю, что, конечно, лучше и надо петь на английском, чтобы понятно было всем. Хотя... На английском? Ну, наверное. А потом перейти на русский талант. Ну, да. Если ты в промте где-нибудь это всё делаешь, извиняюсь за брызги в камеру, но если ты в промте где-то всё делаешь, то, возможно, там всё криво будет. Нет смысла? Ну, есть же там опыт таких групп, где там серебро там или что-нибудь, где там переводится песня, если какой-нибудь такой не выходит. Я такое не слушаю. Ну, блин, это же самая часть. Ну, ты как-то... Ну, ты группы, которые слушаешь, ты их переводишь на русский, а не поют на русский. А если дословно... Ну, понятно, что если... Ну, они сами поют для русского слушателя на русский свои песни, которые они на английском написали. Например, есть группа Pompier, если ты про это спрашиваешь. Ты спрашиваешь про то, что слушают русских групп, которые исполняют поют на английском? Нет, да, поют на английском. А, ну, вот есть группа Pompier, есть Human. Они только на английском. Они исключительно на английском вообще. Они... Они нацелены, видишь, изначально такие команды на аудиторию не российского формата, а вот мирового. То есть... Я поэтому и спрашиваю, вот вы бы не хотели сами не на российский сегмент именно работать, а вот именно на такой вот планетарного масштаба вот такая банда вот именно путешествует там по Нью-Йорку, там Нью-Йорк, Чикаго, там... там, не знаю, там, не знаю, пляж, там, Малибу, хоп, там, следующее, там, тра-та-та-та-та-та-та. Это было круто, конечно. Но это не совсем то. На английском можно только на чужие песни петь. Ну, свои писать, в смысле, ты не знаешь языка. Если ты хочешь так сказать, то есть на своих песнях. Надо знать язык, как минимум. Кто у нас может писать? Никто. Поэтому в группе On The Go, да, там есть такая группа, вокалист, он... Они тоже на английском языке, и вокалист, он сам педагогом по английскому языку работает. То есть странно преподает. То есть... Ну, это круто. Круто. Какой у тебя по жизни девиз вообще? Денис? Ну, да. Слоган, там, не знаю. Или, там, твоя, там, формула, там, не знаю, успеха, там, неуспеха. Ну, это вообще девиз по жизни. Знаешь, что это? Блин, сейчас я за удачу. Денис. Ева. Мне кажется, я никогда не подумал о девизе. Ты пишешь, допустим, постоянно какую-то хрень. Там, допустим... Ну, ладно, я сейчас приведу тебе пример. Грубо говоря, там, есть, там, ребята, у которых девиз там по жизни, да, там, без бухла никуда, например. Ну, там, ну, образно говоря, там, или, там, знаешь, там, вы, переебать кучу баб, там, чтобы, блин, там, не знаю, сколько он дымился просто, не знаю, ну, по жизни. Нормально ты девиза вообще. Ну, вот, образно, там, не знаю, ну, вот, Ваня, там, не знаю, девиз, там, может быть, завоевать весь мир, там, и стать певцом номер один, чтобы из приемников, из всех, вообще, там, слышно было. На самом деле, там, может быть, нет. Я не знаю. А может быть, стать рыбаком номер один. Надеюсь, я с птичного по жизни. Вот и все, вот весь ответ. Слушай, а вот такой вопрос, философский, наверное. Если бы у тебя была возможность пообщаться с какой-нибудь исторической личностью, ты бы с кем хотел пообщаться в живую? Ну, допустим. Вообще, нету рамы. Из ныне живущих или умерших? В живую? Пам. Ну, вот, допустим, появляется в комнате сейчас здесь. Ну, непонятно. Есть такие? Нет. Кто у нас такой интересный? Не знаю, было бы с Куртом интересно пообщаться, наверное. В какой период его жизни? В каком состоянии, ты можешь спросить. Или в каком состоянии, да. Было бы с ним интересно, наверное. А ты, кстати, не смотрел концерт, который проходил в честь как раз-таки Дня рождения Курт Кобейн, по-моему, или что-то такое там, в Америке там и Дэйв Гролл был, ну, вообще весь состав Нирваны старый, там и Новоселик, и все-все-все-все-все. И там Лорди исполнял как раз-таки песню Never Smile. Ох, какой Never Smile, господи. У меня уже в голове вообще сумбур. Smells Like Teen Spirit. Ну, Лорд слышал такую певицу? Да. Как ты сказал? Лорд. Лорд? Ну, я ее Лорди почему-то назвал. Лорди, да. Лорди — это группа, которая в масках, это жесткая. Да, и почему-то мне в голове закрутился этот чертов... Как этот фестиваль-то назывался? Евровидение. Адовый, адовый. Там Лорди играли. Да-да-да-да. Что-то там... Ладно, короче, мы сейчас... У меня, если получится, возможно, я вставлю кусочек этого видео. Ну, Лорд, да-да-да. Еще, кстати, в Южном парке над ней угорали перед теми. Видел ты этот? Нет видео. Там она тебя так перебивала. Пела вместе. И там Кортни Лав уже вся такая вот вышла. Ее там все... И просто к чему это? Я сейчас говорю, там просто ее все свистали. Кортни Лав, да? Да, она вышла на сцену, там начала что-то там говорить. У меня там какой-то эпичный спич был. Ее просто нахуй погнали со сцен. Пошла вон, шалюха! Да, конечно. В другим такая вот реальность. Вообще просто столько грязи. Вообще безумное количество. Чувак просто отъехал, да? И столько людей, столько мнений. Тем более в Америке. Вообще жесть. Хотя у нас тоже так обсижается. И всякую фигню, бля. Прям вот... Ну, это человеческий фактор какой-то, наверное. Хреново. Насколько ты не был бы хорош, все равно надеется тот, кто назвал это дерьмом. Ну, есть, да. Ну, это понятие хейтеров и, там, я не знаю, там, твоих фэнов. Понятное дело всегда есть. Кстати, интересная тема. Знаешь, такая тонкая грань, когда ты... Когда человек является твоим поклонником, да, там, и как раз таки идеализирует, там, какое-то дурацкое слово какое-то придумало. Он, там, на тебя молится, там, приходит на какой-нибудь концерт, ты на него не посмотрел. Как я, опять же, не так давно смотрел какой-то концерт. Он пошел к тебе в спину выстрелил. А он пошел тебе выстрелил, да. А он пошел тебе выстрелил, да. Да, куча примеров, там, и той же самой группы, там, Пантера, да, там, и гитариста, также чувак застрелил, там, тоже несколько выстрелов тоже там. Вот, кстати, по этой теме у меня вопрос. У тебя вот есть какие-то кумиры и группы, может быть, или исполнители, на которых ты хотел бы ориентироваться? Ну, или в детстве, там, или сейчас? Да нет, ну, не кумиров. Ну, прям таких, чтобы кумиры. Или ты, типа, в Гиблии живешь, и не возбеди себе кумиры? Ну, кумиры, я не знаю. Наверное, нет. Да нет же. Ну, дурацкое слово кумир. Ладно, на тех, кого, на которых, не знаю, хотелось бы равняться, группы, на которых хотелось бы равняться, там, исполнители. Ну, ты что? Чтобы равняться, конечно, надо. Сойти с ума, мне кажется. Ну, мне нравится там, допустим, вокалист Мьюз. Он вообще же сумасшедший парень. То есть, так играть на всём и так петь вообще... Слушай, ну, у меня вот такая вот в голове была мысль, Мьюз — это такой симбиоз Radiohead. Может быть, не до Radiohead. Вот я вот как-то вот... Мьюз вообще всегда параллельно проходили как-то вот. И вот Radiohead я вообще котирую. Это одна из моих любимых групп. Том-Йорк — это просто вообще там отдельная там личность. А вот Мьюз, сейчас, конечно, меня захуй сосите. Просто я с ними как-то вплотную не сталкивался. Возможно, после этого сегодняшнего эфира придётся просто дировать всё это. Да. Мьюз — это же вообще безумие. Я знаю, что у них крутые очень лайв-шоу. Да. С инсталляцией, с мощнейшей, с разными примочками там на гитарах и так далее. С чем только там... Постоянно там он экспериментирует. У нас это заплетно, что у меня там пианино. Какой-нибудь прям сумасшедший безумие с этими штуками. Какие-то, которые там на своих кронштейнах висят. Такие микрофоны и всякие. Ну, вообще, очень круто. Ну, чтобы стать таким музыкантом, надо... Я не знаю, что. Ничего не делать, только этим заниматься, мне кажется, постоянно. Ну, вот, кстати говоря, есть молодых музыкантов у нас вообще в России. Как вот ты думаешь? И вообще, да, знаешь, неправильно сейчас скажу, перепразирую. Сцена двигается вперёд вообще. Общая тенденция, российская сцена, она вот как-то от попсы, этой всей галимы, этой вот всей караоке темы, она двигается куда-то более интересное движение. То есть, в настоящую какую-то музыкальную, действительно интересную индустрию. Не просто тупо зарабатывание денег. Ну, не знаю, может быть, в скором времени появится ниша такая, которая будет там уже, которая переживёт такой олдовый рок. Типа там всякие B2, там всякие. Ну, лобби музыканты, которые расстались с того определенного времени. Что была такая новая волна. Тогда, возможно, это будет. Хотя, может, она и есть. Может, я просто далёк. Типа, может быть, есть. Хотя, в принципе, да, есть такие артисты. Типа Noismc. Ну, это уже тоже. Тоже попсать потом. Да нет, просто Noismc, мне кажется, никого даже и не удивишь. У меня сосед просто снизу слушает. Слушай, сосед снизу. Привет тебе. Пользуясь случаем, передаю тебе пламенный привет. Пожалуйста, смени пластинку. Закачай нового альбома Noismc. Вот. Noismc, господи, Noismc 2007 года у всех там на ушах там. У всех на устах там. Ну, вот у меня уже есть своя ниша. Определённая, да? Ну, хотя это тоже, типа, хип-хоп. Я, когда слушаю Noismc, я просто отчётливо понимаю, что вот он, ну, не знаю, просто какой-то, знаешь, такой пост-нео-хип-хопа-гранж какой-то вообще такой у него. Да. Очень. Он сам в интервью много раз говорил, что там, допустим, я там катирую, там, люблю, обожаю группу Nirvana, там, любил там в детстве и всё такое. Ну, если слышно всё. Ну, ладно. Это всё лирика, ребята. Я писал в ВКонтакте, задавайте вопросы или нет, по-моему, кто ничего не написал, я и не проверял. Может быть, у меня интернет запилился и всё прочее. Ну, мы подходим к концу, к завершению, к концу и всего такого. Если тебе что добавить сегодня? К этому их добавить? Не знаю, поделись с нами, чем? Поделиться. Как ты сегодня поведёшь вечер? Не знаю, в Бугаре. Ну, кстати говоря, по поводу темы. Ты вот не пьёшь? Ну, как сказать? Ну, не употребляешь алкоголь? Ну, употребляем, да. А, то есть... Сегодня я планирую выпить три лета и пива. Внезапно. Да. Окей. То есть, вот я, кстати, почему я спросил, хотел тебя спросить. Вот тенденция в хип-хопе, да, там, может быть, знаешь, не знаешь, следишь, не следишь, но по-любому слышал, там, такие вот, чья тема, как, например, там, Миша, Малаша и прочие, прочие, которые, там, за ЗОЖ читают, и за прочие, там, призывают к здоровому образ жизни, там, да, там. И как, вообще, ты относишься к этому? Твое мнение вообще? Я не курю. Ха-ха-ха-ха. Достойный ответ на достойный вопрос. Курить время. Умеренно. У какой-то, как можно говорить, психологическое развитие. То есть, умеренно можно употреблять. Да, умеренно. Во всем должна быть мера. А у нас ее русский человек не знает. Ну, ладно. Русский человек знает. На этой позитивной, наверное, позитивной, дурацкой слова, наверное, на вот этой ноте мы, наверное, завершим наше сегодняшнее моднейшее интервью. Годзилла онлайн. На какой ноте мы завершаем? На том, чтобы все должно быть в меру, ребята. Сегодня у нас в гостях был Иван Олышкарев. И, я не знаю, у тебя просто настолько, не знаю, столько перечислять название групп, в которой ты участвовал. Назовем просто так. Иван Метео. Все. Я не знаю, ну или как. Иван... Иван. 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 И я, Никита Никита. И сегодня мы смотрели Годзилла онлайн. Если вам что-то не понравилось, пишите. Кстати говоря, я закину сейчас ссылку вот сюда на вашу группу. Ссылку на мой канал, подписывайтесь здесь. И всякое дерьмо будет вот здесь. Я здесь закину жопу. Ну, я не знаю, просто пускай будет здесь. Ну, все, ребят, спасибо всем, кто смотрел, да. Всем до скорой встречи. И пока. И ты такой, типа, ооо, пока. Наконец-то эта пытка кончилась. Все. Спасибо. Пам. Парапам-пам. Вот это отвлекает на экране. Да? Да. Ну, где-то должен хотя бы ставить вот там. Надо было, может быть, статичнее что-то ставить, да? Или что? Надо было тебе вопросы мне скинуть. А, блин, да если бы я тебе скинул вопросы... Ну, я не знаю, я просто, видишь, я принципиально вопросы не скидываю заранее. Если скинул, ты будешь с заготовленными репликами. Ну, не обязательно заготовленными. Почему? Здорово. Да мы уже не записываем. Привет. Надо, короче, знаешь, что делать? Ставить нормально свет и ставить, на зеркалку снимать все. А то, как бы, ну, уровень просто должен быть сразу. Ну, как? Ты вообще будешь что-нибудь резать? Ну, там, Никита, неплохо его обрезать. А ты вообще обрабатываешь? Ну, вообще, изначально я по-минимуму обрабатывал. У меня, кстати, жена тоже хочет, типа, замутить. Ну, она хочет блог. Типа, всякие там, блядь, карандаши для глаз, там, всякая хуйня. Ну, рассказывай, типа. Женская тема, короче. Да. Бьюти-блог называется. Бьюти-блог. Ну, прикольно, прикольно. Ну, вот это, ну, тебя заебись. Ты уже, там, снимать ее будешь, там, сразу. Здесь вот так, здесь вот так.